Почему-то что-то спросить. Смотрите, министр обороны Германии Писториус говорит, что у НАТО есть несколько лет буквально на подготовку к большой войне с Россией. Более того, мы смотрели цифры отчета на этой неделе, которые Бундестаг предоставил. Было когда-то в 90-х, в конце 90-х 600 тысяч немецкой армии, сейчас только 150. Катастрофически не хватает оружия и всего остального. И вот что говорит Писториус. Угрозы России в адрес Грузии, Молдовы и стран Балтии, они очень серьезные. Путин наращивает производство оружия, и у Запада есть 5-8 лет, чтобы подготовиться. На самом деле, я думаю, что меньше. Никаких ни 5, ни 8. Поэтому не пора ли, с вашей точки зрения, Юрий Георгиевич, создавать не де-факто, не как бы такую туманную за кулисами, а де-юре коалицию против России, как бы это было во время Второй мировой войны. Вот мне кажется, что сейчас уже самое время отбросить страхи, комплексы, вот эти бирюльки, а может быть Путин не разлиться, а может разлиться. Да Путину плевать вообще на самом деле. У него есть задачи, и чем больше его умиротворяют, тем больше он радуется. Мы же видели на этой прямой линии, в каком он сидел счастливом настроении. Не пора ли действительно создавать коалицию, как вы считаете? Ну, эта коалиция есть, она называется НАТО. И благодаря этой коалиции, собственно, и Польша, и страны Балтии... Это с Украиной, с Украиной, с Украиной, Украину включать в эту коалицию. Вот о чем вопрос. А, в эту коалицию, как бы, Украину... Ну, пусть не в НАТО, но станьте военными союзниками, пусть не в НАТО, но станьте же военными союзниками. Это же ровно то, что мы обсуждаем, да, и ровно то, что я говорю, ну, с 25 февраля 22 года, да, что эту войну можно закончить за две недели. Для этого нужно дать Украине наступательные виды вооружений и снять ограничения по использованию этого оружия против Российской Федерации, включая Москву. Эту войну нельзя не остановить, не выиграть без ударов по Москве. Это я говорю, как москвич, живший в Москве, да, а как человек, знающий, что в России все определяет только столица. Так было в октябре 17-го года, когда большевики захватили власть в Петрограде. Так происходит сейчас. Все определяет Москва. Август 91-го года, Москва. Пригожинский мятеж. Почему он не закончился успехом? Потому что, как в советских учебниках нам писали про восстание Пугачева, у восставших не было программы, и Пугачев не пошел на Москву. Так вот, все определяет Москва. И до тех пор, пока баллистические ракеты будут обстреливать Киев, а в ответ Украина не будет отвечать по Москве, эта война выиграна быть не может. А нужно ли для этого, для всего включать Украину в НАТО? Откровенно говоря, ну не то, что не нужно, но это означает вступление, это и означает вступление НАТО в войну. То есть, можно включить Украину в НАТО в понедельник, заплатив Орбану очередные 50 миллиардов, чтобы он вышел в момент голосования из комнаты, и не участвовал в голосовании, и принять Украину в НАТО. Но это означает, что во вторник НАТО объявит войну Российской Федерации. Потому что в отличие от Российской Федерации, которая никогда, и Советского Союза, которая никогда никому не объявляли войны, ну кроме Японии, когда уже после отличания Второй мировой войны объявлена была война, Америка и НАТО объявляют войну. Поэтому это то же самое. Это то же самое. Я просто не думаю поэтому, что это произойдет. Я не думаю, что кто-нибудь в какой-то момент поставит на голосование вопрос о приеме Украины в НАТО, потому что это необязательно делать для того, чтобы выиграть войну против Российской Федерации. Потому что у Украины есть боеспособная армия, она более боеспособна, чем европейские какие-то военные подразделения. Другое дело, что, конечно, если они придут на помощь, это будет прекрасно, но я далек от мысли, что на это кто-то пойдет. Потому что... Ну просто понимаете, если Израиль и США военные союзники, то американские авианосные группы быстро привели в чувство Иран, когда все началось, они пришли и встали у берегов Израиля. Если бы в 2014 году так произошло с Крымом, ну не было бы никакого Крыма, и не было бы этой войны. Путин бы не решился после этого. Я чуть-чуть вас должен тут поправить. Вот когда российские войска вошли в Грузию, Саакашвили сказал, что против Грузии начитал война и разорвал дипломатические отношения с Российской Федерацией. Когда российские войска вошли в Крым, а потом еще и в Донбасс, Украина не разорвала дипломатических отношений с Российской Федерацией и не утверждала, что началась война. Я написала книгу об аннексии Крыма, поэтому могу только сказать одну. К сожалению, вы правы, я писала об этом, да. Поэтому отчасти, конечно, отчасти, я не хочу никого осуждать, я уверен, что на это были какие-то серьезные причины, Украина 2014 года сама немножко виновата в том, что Запад не расценил крымское вторжение Путина как начало военных действий, как войну между Украиной и Россией. Но сейчас уже другая ситуация, естественно, и сейчас уже всем понятно, что идет война, но есть два фактора, и они как бы главные, да. Один фактор – это желание Запада и Соединенных Штатов сохранить эту войну в границах России, Белоруссии, Украины. И следующий фактор, наверное, наибажнейший – это риски, связанные с наличием у России ядерного оружия. Хотя я считал бы, что сейчас это более серьезные риски, связанные не с наличием, вернее так, наличие у России ядерного оружия – это, безусловно, риск, но они не с тем, что Россия может нанести ядерный удар, а с тем, что этот ядерный удар может быть нанесен из Белоруссии, из Северной Кореи и из Ирана. И тогда это будет, как мы бы сказали, гибридный вариант ядерной войны, когда при этом Россия, ну и Китай, будем откровенны, останутся в стороне. Мы стоим на пороге тревожного Нового года. Ну да, и каким он будет, этот год, во многом зависит от тех, кого мы сегодня обсуждали, от стран Европы, от Соединенных Штатов, от стойкости Украины и от многого другого. Так что будем рассчитывать на то, что наши ожидания и наши надежды оправдаются. Спасибо большое, Юрий Георгиевич, за поддержку Украины. Спасибо и до встречи. С наступающими праздниками вас. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!